Одним из самых ярких событий января стало открытие после реконструкции Дома офицеров в поселке Петровское. Теперь в нем начали работать несколько кружков, а в обновленном зале проходят концерты для местных жителей. Я советую сюда приезжать артистам, действительно здорово. Также в январе в микрорайоне Зеленой аллеи закончилось возведение нового храма. Конструкция модульная, ее произвели в Ярославской области. Одновременно в церкви может находиться более ста человек. В этот день на нее установили купол. Счастье душевное, неописуемое. В феврале музей заповедник Горки Ленинский отпраздновал 70-летие со дня основания. Сегодня это больше, чем музей. Здесь проводятся музыкальные фестивали и праздники для взрослых и детей, создаются тематические экспозиции и организуются научные конференции. В Расторгуевском парке прошел праздник День варежки, который проводится уже второй год и стал еще одной традицией в Ленинском городском округе. Естественно, что главными его посетителями стали маленькие жители округа. Я думаю, что ребятам понравилось, и тем более погода соответствующая. Сегодня очень прекрасный день. В марте произошло знаменательное событие для жителей новых микрорайонов. Была открыта эстакада Дрожжино-Боброво. Дорога протяженностью чуть больше двух километров была построена за год на средства инвестора, который вложил в строительство 1 миллиард 700 миллионов рублей. Начинаем. Запускаем. Туда. Раз, два, три. Также в марте состоялся традиционный конкурс «Рыцарь года». Только пять молодых человек, представляющие видновские учебные заведения, смогли пройти отборочный тур и выйти в финал. «Рыцарем года» 2019 стал Николай Пак, ученик Видновского художественно-технического лицея. В апреле свое 20-летие отпраздновал Центр социального обслуживания «Вера». Для многих пожилых людей и инвалидов Ленинского городского округа он стал, по сути, вторым домом. Здесь можно и здоровье поправить, и найти себе занятие по душе. В апреле в Видном на Аллее Славы был открыт обновленный памятник малолетним узникам фашистских концлагерей. Работа над ним шла с 2013 года. Мы должны сделать все, чтобы эта память жила и не допустить никогда возвращения фашизма. Музей-заповедник «Горки Ленинские» в апреле превратился еще и в спортивную площадку. Здесь поставил новый рекорд в северной ходьбе ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Ему необходимо было пройти максимальное расстояние в течение суток. Более-менее настраивался. Последняя тренировка для меня уже была как по подготовке. Это неделю назад я 12 часов ходил в Уфе. В начале мая в Ленинском городском округе состоялась традиционная акция «Лес Победы». В этом году в ней приняли участие несколько тысяч жителей, которые посадили свои деревья и кустарники на 48 участках Ленинского муниципалитета. Центральной площадкой акции стал Расторгуевский парк. Чувствуем в первую очередь благодарности нашему старшему поколению за то, что было, за то, что они перенесли, за то, что они отстояли нашу Россию, нашу Русь, наш Советский тогда Союз, за то, что у нас есть возможность жить. У жителей Молокова в июне произошло радостное событие. Здесь был открыт спортивный комплекс. В нем оборудовано несколько площадок для занятий различными видами спорта. Есть все необходимые административные помещения. Детей надо привлекать к этому делу, потому что это здоровье, это счастье, это успех детей, которые подрастают крепкими, здоровыми людьми. Еще одну радостную весть всем поклонникам спорта принес конец июня. На чемпионате Европы по мотоболу, который проходил в Германии, сборная России вновь одержала победу в финале и стала чемпионом Европы в 24-й раз. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Начало июля ознаменовалось важным событием для всех жителей муниципалитета. Московская областная дума приняла закон о преобразовании Ленинского района в городской округ. Таким образом решать проблемы поселений, входящих в его состав, станет значительно проще. Мы понимаем, что в следующий период нам необходимо будет подготовить дополнительно и финансовую составляющую, и налоговую базу еще подработать для того, чтобы уже с 2021 года осуществлять уже непосредственным управлением бюджетом орган местного самоуправления городского округа. Традиционно в июле в Горках Ленинских проходит фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он состоялся в пятый раз. Этот праздник – место встречи как почитателей традиционного джаза, так и экспериментальных его форм. В нем принимают участие самые именитые музыканты со всего мира. Иностранцы, наши гости, вот американцы отметили, что уже, конечно, знают о фестивале, потому что смотрят же, кто принимал участие, а там суперзвезды. Это репутация, и это ни в коем случае нельзя терять. В августе в Видном на стадионе «Металлург» появился спортивный комплекс под открытым небом. Вход на его территорию свободный, а снаряжению может позавидовать иной фитнес-центр. Это своего рода такая качалка под открытым небом, абсолютно бесплатная. Тут мы видим зону свободных весов, зону для воркаута, зону единоборств. Соответственно, это огромная компоновка, которая позволяет нам осуществить развитие жителей в разных направлениях. Сентябрь начался с открытия в микрорайоне Купеленко дополнительного офиса многофункционального центра «Мои документы». Его специалисты способны принимать до 120 человек в день. Это структурное подразделение головного офиса, которое территориально относится к городскому поселению горки Ленинские, но фактически будет обслуживать и поселение Видное. В сентябре в Видном празднуется День города. В этом году также отмечали 90-летие Ленинского района и Московской области. По улицам города прошел торжественный парад, а главной площадкой празднования стал стадион «Металлург». Наше самое главное богатство – это жители, труженики, которые своим ежедневным трудом делают наш родной муниципалитет. Каждый населенный пункт все краше, благоустроеннее, комфортнее для проживания. В октябре 60-летие со дня образования отметили сотрудники Видновского пассажирского автотранспортного предприятия. Мероприятие проходило в Молковском дворце культуры «Буревестник». В ходе него памятными дипломами были награждены ветераны и лучшие работники предприятия. Вся жизнь прошла по АТП, все мы строили, все это было своими силами, никаких соединенных организаций не было. И вот до настоящего времени предприятие живет. Октябрь запомнится и жителям новых микрорайонов, которые несколько лет жили с плохо функционирующими очистными сооружениями. Закончилось возведение канализационно-насосных станций, теперь уже с полной определенностью, можно сказать. Одной экологической проблемой стало меньше. Я их поздравляю с этим завершением первого этапа, но работа предстоит еще большая, и мы держим на постоянном контроле решение этого вопроса для жителей данного микрорайона. В октябре вновь появился повод для радости у жителей микрорайона Купеленко. Здесь открылся участковый пункт полиции. Помещение выделил застройщик, он же оплатил ремонт и необходимое оборудование. Пять лет назад, когда мы начинали здесь стройку, здесь было поле. Сейчас здесь уже и слева, и справа кругом дома, много жителей, и, конечно же, безопасность – это не последний вопрос. В ноябре в Видновском историко-культурном центре открылась фотовыставка оператора Первого канала Владимира Гриневича под названием «Обскура 21 века». Санкт-Петербург, Сирия, Дальний Восток, Средиземное море – снимки на новой выставке весьма разнообразны, но объединяет их одно. Специально к съемке автор не готовится. У меня больше получается репортажное, то есть что-то событие на месте, где-то что-то увидел. У меня профессия оператор, я репортаж больше люблю снимать, умею, можно так сказать. Декабрь оказался весьма богатым на события, и с одного из самых ярких он по традиции начинается. Парад Дедов Морозов в этом году стартовал с поездки Мороза Лейбуса, а закончился, как и полагается, зажжением огней на новогодних елках. Раз, два, три! Светом сказочным! Гори! Еще одно событие произошло недалеко от жилого комплекса «Зеленая аллея». Здесь началось долгожданное строительство выезда на трассу Дон. Несмотря на то, что работа над проектом началась только в этом году, вся документация полностью готова и прошла экспертизу. Застройщикам получены необходимые разрешения. Первый этап строительства дороги включает в себя строительство двух полос протяженностью около километра от деревни Тарычево до выезда на трассу М4 Дон. Сейчас на данном этапе начались подготовительные работы. Муниципальный центр управления регионом начал функционировать в рабочем режиме. Задача учреждения – организовать более оперативную реакцию различных муниципальных служб на жалобы и обращения граждан. Уже за время тестового периода сотрудники центра смогли достичь положительных результатов. Мы сокращаем сроки предоставления ответов на данные обращения. Есть 8 рабочих дней, допустим, в том же самом Доброделе. Сейчас мы их сокращаем, пытаемся отвечать заявителям максимум в течение трех суток обрабатывать эти обращения. И в заключение, говоря о событиях, произошедших в уходящем году, нельзя не упомянуть о благоустройстве в центре Видного. Таким был год по версии телеканала Видное ТВ. Продолжаем делать историю дальше.